Пять автоматов Калашникова, винтовка Мосина, пистолет ТТ, ручная граната РГД, большое количество патронов и магазинов. Так выглядело содержимое одного из гаражей в гаражном кооперативе на окраине Рязани. Арсенал обнаружили представители правления гаражного кооператива. С 2000 года владелец гаража не оплачивал членские взносы и счета за электроэнергию. Представители правления не смогли разыскать должника, отключили гараж от электричества и в установленном законном порядке подготовили разрешение на вскрытие бокса для подготовки передачи его в собственность кооператива. Срез в дверные петли мужчины обнаружили оружие и боеприпасы и вызвали полицию. На место немедленно выехала следственная оперативная группа полиции и взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН. Сотрудники полиции приняли меры безопасности для того, чтобы посторонние люди не могли попасть на прилегающую гаражу территорию. Среди изъятого оказались четыре автомата Калашникова АКС-74У, один автомат Калашникова АК-74, одна винтовка Мосина калибра 7,62 мм с укороченным стволом и прикладом, пистолет ТТ. На месте также обнаружено множество магазинов для автоматов и пистолета. На некоторых образцах были удалены серийные номера. Это оружие хранилось в пластмассовой ванне, которая была заполнена оружейным маслом и установлена в металлический ящик. Рядом в металлическом ящике хранились дымовая шашка, заводской металлический контейнер «Цинк» с патронами для АК калибра 5,45 мм и полиэтиленовый пакет с большим количеством патронов разных калибров. В пустом металлическом сейфе без замка на дверце в кухонном пластмассовом контейнере для круп и сыпущих продуктов питания хранилась ручная граната РГД-5. В подвале гаража обнаружили поврежденные коррозии части винтовки ТОС-8 калибра 5,65 мм и сигнального пистолета «Ракетница». Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ установили, что гараж принадлежит рязанцу 1976 года рождения, который в 2000 году был объявлен в федеральный розыск как без вести пропавший. В данный момент оружие и боеприпасы помещены на ответственное хранение в отдел МВД России по железнодорожному району города Рязани. Кроме этого, сотрудники полиции и ФСБ устанавливают происхождение оружия и боеприпасов и местонахождение владельца незаконного арсенала. По факту обнаружения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».